Как мы знаем из Священного Писания, задача Церкви любого верующего человека нести весть о спасении погибающему миру. Давайте посмотрим, как же осуществляется это Божье поручение на примере Томской Церкви. Седьмой год подряд продолжает осуществляться проект «Иисус приходит по воде». Три семьи миссионеров направлены на постоянное место жительства в северные поселки Томской области. Организовано служение помощи бездомным, начал работать реабилитационный центр. А теперь об этом более подробно. Проект «Иисус приходит по воде» создан для того, чтобы достигнуть Благой Вести труднодоступные населенные пункты. Для этой цели был приобретен катер и вестник, с помощью которого на север Томской области отправляется гуманитарная помощь и осуществляется иммиграционная деятельность. Сначала проводили мы по две поездки на катере. Сейчас, в этом году, было пять поездок. Служители, музыкальные группы, хор, молодежь, учителя воскресной школы и даже гости из других стран принимают участие в этих поездках. Ну, во-первых, ответственные – это всегда служители. В летнее время ездит молодежь, группы, кукольный театр. Уже вот несколько лет подряд посланники из США, города Спатанбург. В 2011 году вестник отправился в плавание раньше, чем обычно. Это была особенная поездка. На катер погрузили инструменты, стройматериалы, оборудование. А иммиграционная команда состояла из сантехников, строителей, монтажников, плотников. Их основной задачей было произвести капитальный ремонт дома молитвы в среднем высвигании. Сегодня проект не ограничен только временем летней навигации. Хотя катер и вестник и стоит в ожидании следующей весны, служение продолжается благодаря зимним поездкам и миссионерскому труду. Вообще проект существует весь год и продлевается, и действует весь год. Когда уже имеются дороги зимника, наши посланники от церкви, они едут на машинах, на буранах, посещают эти доталекие поселки с целью провести рожеченские служения для детей, миссионерские служения. И поддержать эти группы верующие, которые там уже остались. Опыт проекта показал, что одних евангелистационных поездок недостаточно. Труд, начатый евангелистами, должны продолжать миссионеры. С Молчанова нас направили туда, позвонили администрации, сказали, чтобы они обязательно нашли квартиру. Все, мы с ней приехали, нас администрация водила по деревне, мы выбирали как учитель. Но сначала жилье было не в сильно хорошем состоянии. Приезжали наши братья и сестры, делали нам ремонт с Ромой. Это, можно сказать, продолжение того служения миссионного, чтобы людей уже вести, чтобы люди видели жизнь действительно, и христианы, и все, и имели возможность быть в служении, быть в общении, с какими-то вопросами приходить, а не оставаться один на день. С одной стороны, опыт миссионерского служения у Томской церкви был и ранее. Несколько групп христиан уезжали на две недели на месяц в разные места Томской области. С другой стороны, в этом году миссионеры впервые были направлены на постоянное место жительства. Конечно, можно в определенный момент какой-то потерпеть, допустим, на месяц, да, два. Ты знаешь, что тебе определенно это уезжает. Здесь же совершенно другой подход. Там мы знали, что мы едем тоже на определенный срок, и мы возвратимся. То есть Бог совершит какой-то, то есть мы точно знали короткий срок. Здесь у нас теперь наша жизнь. Там большие лужи. Нам не на чем. У Данькина была сломана машина. Пришлось возить на моей. От катера до деревень. В нашу деревню, в Сулзад. Там лужи огромные, а там вода не успевала уходить. Даже делились. Вот я ехал, у меня заливало вот так вот водой. В этом году было организовано служение помощи бездомным. Братья и сестры один раз в неделю готовят горячие обеды и выезжают в две точки города Томска и кормят людей без определенного места жительства. За каждым человеком, несчастным, которым родится возле помойки, стоит душа. Душа. И цена этой души, она безгранична. Христос умер за каждую душу. Мы проповедуем, мы свидетельствуем, мы поем. То есть, ну и, конечно же, мы их кормим. Хотя вот в процессе нашего служения мы видим, что многие думают, что они приходят только покушать. Но мы видим, что им интересно именно это общение. Любовь, которую Христос в нашей жизни явил, мы стараемся как-то поделиться этой любовью с ними. Ну, в среднем около 20-30 человек. Ммм, вкусно. А на свежем воздухе вдвое не вкуснее, да? Жертвуют братья, сестры. Жертвуют люди, которые небезразличны. Вот небезразличны за эти души. То есть человеку надо полностью быть огражденным от влияния этого мира, от влияния друзей, от влияния греха. И это может быть достигнуто пока только в центре. После нескольких лет ожидания молитв открылся реабилитационный центр. Он организован для людей без определенного места жительства, алкоголиков, наркоманов, а также освободившихся из мест заключений. Сама атмосфера центра, она помогает людям оторваться от греха. То есть все радеют, как бы, ну как бы еще, кого спасти можно было из этого погибающего мира. Центр сам по себе существует седьмой месяц. Ну, есть уже, как бы сказать, пять человек, которые крещены духом святым, прошли исповедание полное. На данный момент реабилитационный центр временно располагается в помещении дома молитвы. Но уже заложен фундамент собственного здания, а весной должна начаться строительная работа. Мест, допустим, в расположении всего 15 мест. Женского центра нету. Есть желание. Вот, ну, померение, в принципе, согласие. Нет помещения на сегодняшний день. Помещение нужно раздельно. Это намерение построить центр, ну, примерно, где-то место на 80. Ну, допустим, я бы не хотел, чтобы вот спали на трехъярусных кровати. Я бы вот этого не хотел. Я бы хотел, чтобы они вообще на одноярусных. Потому что много старых и слабых людей. Ну, не хотел, ну, что толку. Хотел, не хотел. Либо на улице спать, либо на третьем ярусе. Ну, давай, выбирай. Все эти проекты – это чье-то участие, чье-то молитвы и чье-то пожертвования. И именно благодаря совместным усилиям служение продолжается, имя Божие прославляется и люди спасаются.